приветище мы вернулись в этот удивительный прекрасный фэнтезийный мир маску в мисс приводится это все как маска в тумане а может быть и как по-другому это игра головоломка если не смотрел предыдущую серию обязательно посмотри в общем в прошлой серии мы здесь всякого всякого порешали здесь были щупальцы бездны как ты видишь сейчас их здесь нет потому что мы их убрали убрали причем необычным способом термо обработанным мясом мы поймали кролика зажарили его кинули в эти щупальцы бездны и они исчезли тем самым открыли нам проход вот сюда в эту локацию здесь мы нашли с тобой топорик у вас здесь вот был вот на этом пне он у нас в руках где-то давай посмотрим наш инвентарь вот он у нас топорик подойдет для рубки деревьев что очевидно и мы знаем что срубить срубить нужно дуб точнее высокое дерево которое нам поможет перебраться через мост также нам здесь не хватает веревки но мы с этим чуть позже разберемся тут у нас есть тоже проходик но он завален также мы здесь еще нашли вот такую поляну которую рисовал на своей картине архимаг примерно где-то здесь стоял он и мазал кистью по холсту и как говорится в записке архимага во время рисования картины он посеял ключ получается что где-то в этой местности и еще нам понадобится лопата которую мы еще не нашли чтобы выкапывать зеленые статуэтки как мы помним если зеленые статуэтки вкопаны в землю они начинают выжигать траву вот как вот эту например жалко что лопата сейчас нету а это что опа а вот и ключик смотри-ка ключ от террасы форта наконец-то мы его нашли интересно как он сюда попал наверное чё-то старикан архимаг тут бегал искал видимо какую-то позицию для рисования своей картины получается что осталось найти лопату осталось найти лопату поставить зелененькие статуэтки в эти пазы и все здесь я все обыскал идем рубить дерево вот он вот он это дуб который уже отсвел он уже не будет расти его не жалко срубить попробуем это сделать чтобы перебраться через мост других путей здесь как бы нет рубим старое дерево кажется срубить его не составит большого труда срубить дерево мощными ударами я срубил дерево теперь мы можем перебраться на ту сторону и первым делом я хочу посмотреть вот на это что это такое какие-то знаешь цветы от жар птицы от этих цветов исходит необычно сильный жар пройти я сквозь них не могу значит их нужно как-то потушить и потом пройти понятно тут у нас пещера таинственная какая-то куча ящиков пустых к сожалению есть сундучок что там у нас свиток давай посмотрим отрывок магические существа излюбленным же местом обитания лепреконов является стволы старых деревьев обычно эти существа безобидны для человека более того готовы продать найденные ими предметы зарубины у то есть получается в том дубе мы видели глаза лепрекона вот это поворот и в принципе мы с ним можем поторговать сейчас подожди давай сходим предметы я могу ему продать предметы зарубины сейчас проверим но как к нему подойти мы знаем что-то лепрекон на мгновение вам показалось что внутри дупла кто-то есть предложить рубин давай предложим наконец-то он вылез теперь его глаза не прячутся по взаимодействуем лепрекон готов продать вам свои товары купить волшебные бобы купить зелье лечения старую карту 4 рубина теперь я понимаю зачем здесь рубины ну что ж давай купим старую карту старая карта показывает нам на что-то на площади в городе надо обратить внимание вот на это место хорошо что еще мы можем купить у тебя лепрекон зелье лечения волшебные бобы давай волшебных бабы купим на всякие пожарные вдруг они нам пригодятся все возвращаемся обратно и попробуем зайти в пещеру посмотрим что там скрыто от наших глаз сломать я здесь больше ничего не могу больше ничего здесь не спрятана все пробуем зайти в пещеру если мы туда можем зайти ой 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 они живет ли здесь большой тролль надеюсь что нет но очень похоже на это или эта пещера как бы проход к нашему городу что мы здесь имеем ой 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 мне бы найти патроны для моего мушкета а то совсем как-то без него туго готов здесь у нас рубины хорошо потом сходим к нашему лепрекончику а что вот это такое пещерный гриб наверняка он пригодится нам для изготовления каких-нибудь интересных зелий или может быть заклинаний там у нас слизни бегают точнее слаймики в этой стороне что посмотрим сколько грибов тут интересно да выглядит съедобно и очень сладко но боюсь что если я такой откушу я отравлюсь это выход то есть мы отсюда пришли тупановле немножечко возвращаемся обратно и идем к нашим слаймиком слаймики чего тут прячьте минус 1 минус 2 а скрывали они здесь по всей видимости лопату а мы то ее как раз таки и искали замечательно мы сможем теперь откопать наши зеленые статуэтки здесь еще есть сундучок тоже рубины вроде бы все здесь можно с этой пещеры уходить ну что предлагаю вернуться на городскую площадь поискать там скрытый клад а также забежать на террасу вот мы находимся на старой площади посмотрим еще раз карту где она у нас карта то есть дерево проход и таверна рядышком стоит получается это вот это место разве нет вроде похоже хотя хотя нет надо развернуться может быть вот так нет не так где-то развалины где-то развод наверное вот это вот место ну-ка похоже но нету фонаря мне кажется мне кажется что это другая площадь возможно здесь есть еще и другие города ладно пока не сбиваем голову пойдем на террасу несмотря на то что в этой таверне погром здесь все-таки уютно поднимаемся на второй этаж и наконец открываем дверки что же что же здесь спрятано помимо двух сундуков тут ничего шинки нету так свиток что тут у нас рецепт лечебного зелья для приготовления данного зелья вам потребуется голубой цветок и лесные ягоды замечательно теперь мы можем сами готовить зелья что еще ухты вот этого я раньше не видел это патроны о крутяк теперь у нас снова можно стрелять из мушкета все здесь мы все обыскали можно отсюда спрыгнуть круто вернулись на поляну с зелеными статуэтками о бабочки летает раньше не обращал на них внимание не были тут или нет не важно сейчас у нас важное дело откопать все статуэтки чтобы пройти дальше где у нас тут выжженная земля вот откапываем 1 статетка есть точнее 2 1 мы уже поставили в пак вот еще выжженная трава замечательно третья статуэтка и последняя у нас зарыта возле ключа было вот здесь шикарно все статуэтки мы откопали теперь мы можем разблокировать проход в эту часть вставляем все статуэтки готово все проход у нас открыт забегаем ничего здесь нету заходим двери ой-ой-ой мы снова в каком-то склепе ладно будем решать гололомки надеюсь тут не такие как прошлой пещере а первое что я вижу это повернуть рычаг открылись потайные двери хотя нет это не совсем потайны здесь было очевидно что есть дверь что он сказал надеюсь тут нету яда и у меня ничего не отнимет здоровье ее 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 это ядовитое облако в нем нельзя дышать а если надышишься то уснешь надолго тут еще один рычаг с этой стороны давай посмотрим что у нас оу ловушка опасная ловушка здесь нужно просто перепрыгнуть хорошо сюда сейчас вернемся вначале сходим в эту комнату это мы поднялись на второй ярус что у нас тут есть а ничего здесь нет но ведь должно же быть что-то оу проходе какой-то взаимодействовать это мы вышли обратно не 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 давай возвращаемся значит я немножечко запутался чего-то 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 а мы зашли спрыгнули вниз здесь были закрыты ворота но мы их открыли теперь можем пройти просто вперед все я векал перепрыгиваем опа как она шустро то я думал что ну ладно в общем не важно немножечко я себя подушатал давай выпьем зелье на всякий пожарный вот замечательно что у нас тут это мы вышли к ядовитому облаку мы тут пробегали он оттуда выбегали туда бежали значит тут у нас тоже ядовитое об а нет это не облака это токсичные отходы здесь разлиты если это отходы опа что это у нас вентиль нашли какой-то вентиль здесь еще книжки лежат но их брать мы не можем вентиль видимо нам нужен чтобы спустить вот эту токсичную воду так есть вода ушла можем здесь теперь бегать что же будет дальше пока все легко относительно небольшая библиотека столик сок может быть винишка не знаю еще одна дверь здесь ага по блин он в меня все-таки пульнул я в него пульнул с мушкета он в меня немножечко отравил меня но ничего жить буду подобрали зелье и рубин двигаемся дальше еще игра сохранена это замечательно получать а тут еще слаймик не расслабляем болт у меня чуть-чуть куснул но не страшно не страшно в общем мы здесь у нас снова токсичная вода кажется чего-то не хватает подожди я же брал ведь видимо я оставил его там хорошо мне нужно найти еще один вентиль тут ничего нету значит нам в комнату и здесь наверняка будет вентиль слаймики привет слава богу то тут один готов главное не упустить сам вентиль и каких-нибудь интересных предметов у прям на меня вылетело приседать я не умею я могу только прыгать как бы у меня быстренько пусть блин никак не могу проходить вот эти ловушки какие-то они непонятные очень быстрые здесь у нас вон он вентиль спрятан забираем ну все вроде бы возвращаемся спускать токсичную воду блин зря я наверно прыгнул что ты будешь делать на ловушках больше здоровья потратил чем на монстрах выкачиваем эту воду замечательно вода то не вся ушла придется обойти ее здесь еще есть вентиль но активировать мы его не можем потому что нам снова нужен барашек снова нужен этот барашек барашки барашки кругом тут у нас пусто а я ей так кажется мне нужно отведать нового лечебного зелья хорошо рычаг что он делает он открыл где-то дверь по моему сюда а здесь у нас плита а и скляночки есть и в принципе не ха-ха потайная комната я думал что тут ничего нет оказывается потайная комната колесико колесико но где же ты можешь быть еще одна потайная комната сколько тайников и еще потайная комната нового новые монстрики какой-то большой слушай а что ты делаешь надеюсь ты меня не кушаешь а он пинает ногой так это что такое весь урон который я ему нанес он возвращать мне обратно все ушатали этот грибок двигаемся дальше где-то вентиль вот он вентиль наконец-то нашли патроны здорово как мне не хватало снова патронов потому что я опять их израсходу один патрон я выстрелил в холостую поэтому у меня оставалось их два ставим барашек и нам нужно спуститься еще ниже а вот он проход сундук чуть не пробежал сундук рубинчики нам пригодятся и да пока я бежал до этого вентиля блин я опять в холостую выстрелил патрончик один нервы нервы что-то нервничаю я что у нас тут слаймики ну с ними мы разберемся при помощи меча не хочу тратить патроны готов еще один рычаг механизм этого рычага заржавел и не поддается нам нужен алхимический стол чтобы сделать растворитель ржавчины только я вот не знаю найду ли я здесь алхимический стол выход выход ну ладно пойдем выйдем посмотрим куда нас это приведет и так грибочки вижу о ведьмины грибы они нам кстати нужны как раз для приготовления раствора для ржавчины ёшки матрёшки куда же это я вылез то ё-моё я здесь ни разу еще не был как это новая местность готов интересно тут что-нибудь пишут нет ничего не пишут а я понял я понял я понял я понял вон он тот алтарь для которого нужно активировать 6 навигационных кристаллов мы находимся на этой стороне все я въехал я понял что же ведьмины грибы у нас есть в принципе нам нужен только алхимический стол и мы смогли бы изготовить зелье точнее раствор для ржавчины по всей видимости скелет записка старая карта номер два еще один тайник хорошо надо обратить на это внимание а вот кажется смотри-ка здесь снова эти огненные цветы там дупло в котором сидит лепрекон у чё-то как-то я очень далеко убежал и я начинаю сейчас уже путаться в том что мне нужно а мне нужно самое главное самое главное тут небольшой городок ну как гордок тут один дом стоит его здесь вот кстати тайник вот полу смотри 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 сейчас подожди где у нас карта вот старая карта показывает нам тайник местность вроде бы схожа схожа кажется здесь что-то должно быть закопано и что же это и это сундук сундук с еще одним мушкетом улучшенный пистолет о как но смотри в чем прикол у этого оружия был урон 1 или 2 помноженное на 7 то есть 7 дробинок вылетает и наносит либо 7 урона либо 14 а этот пистолет уже наносит в два раза больше то есть он наносит сто процентов 14 урона тут есть что нибудь у нас еще спрятанное ничего но наверное тогда соберем цветочки зайдем в дом о дом кстати ухоженный сколько тут еды обалдеть разбиваем ящики за которыми спрятан ключ ключ от спальни хорошо спальню мы сейчас вернемся можно разжечь камин старый камин разжечь а хороста у меня не хватает немного здесь есть совух есть записка список великих имперских домов и их гербов горида медведь дом сайс змея дом кармона единорог короче раз два три четыре пять шесть семь семь домов на этой местности есть но здесь еще совухи которых можно поворачивать один совух второй сок видимо их нужно сделать чтобы они смотрели друг на друга нет нифига может быть в окно нет тоже не так а как герб светится нет нет герб не светится куда же по-любому вот за этим стеллажом книжным есть проход наверное наверное нужно разжечь костер и тогда ладно ищем хворост и потом прибегаем сюда пойдем спальню алхимический стол замечательно тут что у нас старая записка бумага давно истлела и вам удается разобрать только небольшой отрывок когда свет озарит дух птиц смотрящих друг на друга а ну то есть совухи которые смотрят друг на друга все ясно теперь но 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 когда свет озарит совуха ну вот цвет озаряет их и совухи смотрят друг на друга сейчас я поверну и нифигашеньки не происходит видимо все таки дело в камине хорошо возвращаемся в спальню делаем эликсир точнее зелье против ржавчины и не надо возвращаться в ту пещеру мы вернулись пещеру бежим к заржавевшему рычагу вот он наш рычажок очистить от ржавчины ну все мы теперь можем повернуть этот рычаг и мы попали к навигационному кристаллу еще одному здесь у нас ничего не спрятана вроде бы нет активируем кристалл навигационный кристалл активирован и мы можем отсюда теперь выбраться при помощи него он нас выбросил но блин у нас выбросил не в ту сторону ладно придется снова пробежать эту пещеру ну вот мы снова находимся по ту сторону моста нам нужно срубить здесь старое дерево чтобы у нас появился проходик рубим кайфово теперь мы можем возвращаться на нашу старую площадь к дому архимага и также сейчас проверим столб и светится один столб второй столб осталось еще раз два три 4 4 столпа то есть нужно активировать еще четыре навигационных камня все зашибись идем разведывать загадки здесь и так тут у нас есть развалины которые мы можем пробраться через верх до через верх что мы сейчас и сделаем тут у нас доп с лепреконом пойдем поболтаем с ним обыскать два рубина нашел что ли вам удается найти несколько рубинов прикольно я думал там лепрекон сидит они шиша он там и не сидит ну ладно тогда спрыгиваем сюда там он камень какой то есть подожди прежде чем туда спрыгнуть давай мы до камушка этого доберемся а это маска каменная маска все ясно ну а теперь я могу спрыгнуть сюда и со спокойной душой здесь все обыскать все получать здесь только один сундук записка между прочим рецепт взрывное зелье для приготовления данного зелья вам потребуется древесный гриб и пещерный гриб и для чего же он мне нужен что я должен тут подорвать выбираемся с этих развалин что я должен тут подорвать тут вот еще есть развалины какие-то здесь есть надписи корнелия рубио люциус ортега можно с щитами что-то еще делать а я должен их поставить сюда так но нужно понять какой герб подожди у нас была записка была записка вот и получается дом марена это лис вот все герба прорисованы и мне нужно сейчас все эти щиты подобрать и в правильном порядке их расставить ладненько больше тут ничего нету интересного вот можно еще ящик разбить х где спрятался герб ну вот получается как-то так теперь нужно просто их грамотно расставить вначале смотрим имя корнелия рубио теперь ищем его здесь рубио орел его герб орел где у нас орел вот он орел тут у нас грифон а тут единорога все понятно значит бросаем а этот ставим сюда тут у нас горида у горида был медведь это у нас медведь до ставим его что тут у нас но тут в принципе и так понятно что эти герба нужно просто поменять местами этот сюда это сюда и вот открылись дверки здорово там этот гриб опять ходит на лен так наверное мы туда пока не пойдем не пойдем потому что тут у нас есть грибы пособираем грибы посмотрим что тут тут мы тоже не можем пройти потому что тут токсичный воздух хорошо тогда все таки идем сюда посмотрим что у нас тут тут цветочки есть кстати проходик еще в ту сторону ой блин отравил меня да пошел ты засранец а все-таки пришлось потратить на него патрон тут у нас проход посмотрим куда он ведет обычным оружием их не разрубить какие-то прозрачные корни здесь проходик тут проходик да блин ну что такое опять травану давненько меня так не травили тут у нас токсичное поле нам туда нельзя пойдем сюда грибочек и осьминог вот этот летающий получай давай вылази обратно из своего счета все ушатали гриб и давай смотреть что здесь у нас есть на этой поляне есть грибы еще один домик чей-то мы сейчас туда вернемся там еще а это склеп это склеп чтобы туда пройти нужен ключ тут у нас вроде бы ничего пойдем в дом зайдем в дом посмотрим что у нас там сундучок обязательно осмотрим сапфир и патроны дров ведьмины грибы тут пусто но все вроде все обыскали заходим в дом ухты этот чувак который здесь жил он видимо делал гробы по крайней мере похоже на это алхимический стол сундучок рецепт зелья дыхания для приготовления данного зелья вам потребуется древесный гриб и дикий цветок вон на чё наконец-то мы нашли зелье дыхания который нам поможет проходить через токсичные облака что для него нужно взрывное зелье мы можем сделать кстати и зелье дыхание мы тоже можем сделать давай сделаем зелье дыхания и взрывное зелье все два зелья сделали замечательно что получается все что они нет еще в эту дверку можно зайти у этой двери нет ни ручки не отверстие для ключа интересно как она открывается по-любому где-то где-то должна быть тайная кнопочка которая видимо открывает либо она открывается с другой стороны да скорее всего она открывается с другой стороны потому что здесь я никаких тайных кнопочек не вижу камин разжечь я тоже не могу книжки дернуть но книжка рыча а вот смотри книжка рыча как знал как знал это мы ого ого фига себе обалдеть очень странная картина то есть получается нам нужно вот этим божествам донести еще по камню здесь два камня нужно здесь один ясно все ясно отрывок удивительные растения отдельно стоит поговорить о том как некоторые магические растения реагируют на природные явления например заурядный дождь является едва ли не единственным способом на время потушить огненные цветы а знаменитые магические бобы способные в мгновение ока вырасти на десяток метров также проявляют свои необычные свойства исключительно под сильным ливнем о как то есть огненные цветы как я и полагал мы тушим при помощи воды дождя или еще чего-нибудь бобы нужно полить очень сильным ливнем все ясно как насчет сапфиров у меня есть один сапфир который я могу положить видимо сюда нет не сюда хотя подожди почему зеленый камень лежит здесь надо его забрать я посмотрел на эту картину и понял что допустим фиолетовый это промежуточный цвет между красным и синим так же как и желтый это промежуточный цвет красного и зеленого в общем сюда ставим изумруд сюда ставим рубин так и что-то по идее где-то должно произойти но я не понимаю что и где сколько у меня еще камней у меня один камень все скорее всего сапфир нужно сюда положить сапфир сюда да точно по цвету совпадает и останется только найти фиолетовые камни хорошо выбираемся туда свежачок мы снова на природе и так чё мы делаем нам нужно вернуться назад и скорее всего пройти сквозь облака едкого дыма то есть здесь назад нам возвращаться в принципе незачем получается что только туда вернулись к нашему токсичному облаку выпиваем и зелье дыханием увеличивает время которое вы можете находиться в зараженных местах постоянный эффект а вон ну ладно теперь мы дольше можем находиться в этих токсичных облаках что здорово зачем я пробегал эту токсичную поляну когда можно было пробежать здесь через эту пещеру хотя ладно я в принципе ничего не потерял в этом домике мы уже были здесь мы откопали тайник идем дальше хворост есть о замечательно все мы набрали 6 хвороста это означает что мы можем разжечь костер в камине заходим в домик разжигаем костер все отлично как я и думал здесь нужно было всего лишь разжечь костер и мы получаем новый меч стальной меч так 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 сколько у нас урона носит обычный старый меч два три урона а этот 24 крутяк используем его тогда ништяк у нас теперь крутой новый меч есть что ж можно еще сделать кое-какие нибудь зелье например зелье дыхания но не хочется ингредиенты тратить поэтому уходим из дома я хочу еще сбегать вот тут вот то тоже где-то токсичная поляна была где-то где-то здесь вот она вот она токсичная поляна ой 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 сколько там бежать то обалдеть интересно я пробегу ее всю кажется кажется я смог я смог не подходи ко мне я если честно думал что я задохнусь она очень длинная это токсичная поляна была ушатали грибочек надо будет все таки сделать еще одно зеленое дыхание и что же у нас здесь а я не знаю что у нас здесь надо все это исследовать но исследуем мы это уже следующий раз поэтому если тебе нравится эта игруха то есть тебя лайк подписчики на канал если ты еще не подписан и твой крутой комментарий который я обязательно прочту но на этом все спасибо тебе за просмотр пока увидимся в новом видео